Всем добрый день! Итак, хочу сегодня показать вам разделенную мной и омолодившуюся орхидею, которая фаленопсис. Персиковая она у меня была тут. Я ее переставила в большую комнату. Она у меня стоит под искусственным освещением и продолжает расти. У нас растут корешки, как вы видите, от старых корешков. Есть здесь очень много молодых, новых. Я в это видео также включу растения, которые у меня сейчас цветоносами. Как можно видеть, она хорошо приняла разделение и растет благополучно. То есть, все ее устраивает. Стоит она у меня, говорю, в другой комнате. Здесь нет дневного света. Только включенный свет наш, обычный. Ни к чему, как говорится, не обязывающий. Когда желтый, когда другого освещения, но пока растет. Следующее окно, это мое южное окно, где стоят мои котлеи, мои ванды. Хочу показать вам. Сюда я перенесла двух красоток. Еще летом. Это дендробиум нобили и целлогину. Целлогину я перенесла где-то в августе. И у нас было цветение, но я упустила момент и его не показала. На сегодня у меня еще два цветоноса. Или уже вот один цветочек, бутончик. И вот здесь еще один. Также продолжают расти новые росты. Здесь и там внизу в корнях. Вот он прямо упирается. Уже не знаю, как его вытащить оттуда. Все молодые росты, которые есть, они продолжают давать цветочки. У красавца нобили конечно же полно цветочных почек. Они сейчас я вам покажу и наверху вот здесь и вдоль всего нашего так вот он спрятался. Ну как же его развернуть-то? Давайте вот так попробую. Вот они. Ах, нет. Вот. Вот листочки убираешь и конечно видно очень вкусно пахнет моя белая котлея. Я просто не могу. Я стою рядом уже на расстоянии и вот у нее очень хороший душистый аромат. Ну, можно видеть, есть они и не одна, не два, и не три. А их много. Вот смотрите, вот здесь еще один и там внизу. В общем, наливается данный цветок и будет радовать меня снова цветением и своим ароматом. Следующее сейчас покажем. Получила я где-то месяца два, по-моему, назад еще один Леодора. Он у меня сейчас тоже на этом окне, где стоит моя красивая котлея. У него сейчас два цветоноса. Они вытянулись, они были чуть короче, конечно же, но пока только они. То есть, бутонов пока я не вижу. Этот цветонос я случайно задела при его распаковке и потому будем наблюдать за ним дальше. Буду снимать все по порядку для того, чтобы было более понятно. Но это красавец, опять же, Бариода. Его пройти мимо невозможно. Сами видите, сколько у него цветоносов. Есть еще растущие цветоносы. Пока они растут, но не распускаются. И хочу показать вам фаленопсис, который я получила также месяца два назад. Побоялась, честно говоря, показывать его сразу. Но вот теперь могу похвастаться. у нас есть цветонос. Это Вандаенопсис и Париши Ай скрещенный. Он пришел с такими вот пятнами. Я его в фитоспорине продержала уже дважды. И, слава Богу, он выжил. Надеюсь, что он также примет, как и все остальные, эту систему. Также удлиняется, вот не удлиняется, уже растет новая почка у моей старой орхидеи фаленопсис. Она салатовая. Я ее также показывала. У нее не бабочки, а как-то удлиняются, что ли, лепестки. То есть, немножко другой формы. Но очень интересный вариант. Мне понравился. Перехожу на подоконник. Сейчас здесь пока стоят Joy Fairy Tail, который также пришел с парочку цветоносами. Но один сломался, а второй был внутри, внутри и далеко. И вот он, слава Богу, вылез у нас. Вот такой уже большой. И вроде как там два бутончика. Посмотрим. Будет как расти, расцветет. Обязательно покажу в цветении. Эквестерис, который цветет у меня с зимы. Последний цветочек уже, как вы видите, упал. И снова бутон. И плюс к этому бутону еще один цветонос. Вот резкости нет. Еще один цветонос. Ну и на том, что был, у нас детка подрастает. Так же меня радует здесь один цветочек, который я вам хочу показать. Это Soga Lawrence. Я его купила у Tati Smile. Спасибо ей большое за такой красивый большой цветок. Вот такой красивый цветонос у нас тоже, Танюша. Спасибо еще раз вам большое. Следующий цветок, который я хочу показать, это Стюартиана Варнобелис. Она у меня цвела в системе 3-6 часов. И я ее пересадила, потому как все-таки с листьями что-то было неладно или что. Я побоялась ее потерять. Подумала, ну, может быть, кора ей как-то поможет справиться с тем, что в ней есть. И вот такой уже у нас большой цветонос. Посмотрим на этот раз, какие будут цветы. Плюс у нас лист растет. Ну и корни, естественно. То есть она не останавливается. Она растет, развивается. Без остановки. Она была пересажена, чтобы вас не обмануть месяца 3 назад, 4. Следующий цветок, который тоже чем-то меня порадует, пока еще не знаю чем, это Мини Марк. Он у меня также рос в системе с просушкой долгое время. Потом у него начали подсыхать корешки. Вот эти корешки как росли, так и растут. То есть вот воздушные даже не останавливаются. Те, что я держала в вазе, немножко стали подсыхать. И когда я их пересадила, вот смотрите, пошли новые корни. То есть от тех же старых пошли новые. И у нас здесь, неправильно развесила, навесила, чтобы показать вам, вот такая пипка. Я так предполагаю, что это скорее всего может быть детка, но не цветонос. еще немножко осталось подождать и будем четко знать. Висит он у меня и варнобелис вот здесь. Лампы сейчас, кстати, я решила и мне включать хотя бы месяц, посмотреть. Места на том подоконнике у меня нет, поэтому я не перенесла свою котлею, которую хотела разделить туда, а пока оставила здесь без ламп, с коротким световым днем. Этим красавцам я надеюсь, что хватит сил расцвести и выпустить дальше свои цветоносы. Также у меня здесь стоит моя котлея, которая уже не знаю в какое время, очень долго и стоит со своими двумя красивыми чехлами. И с ними, с этими двумя котлейками я сделаю эксперимент, который мне посоветовала сделать Светлана из Америки. В общем, если так подумать, то на то количество расхидеи, которое у меня есть, и исходя из того, что они, большая часть из них были молодые, цветоносов более чем достаточно. в период своего роста. Они есть у тех цветов, которые уже готовы к цветению, которым всего хватает, как вы видите. И, естественно, пришло время, которым цвести. Так что, вот такая вот у меня небольшая радость. Спасибо всем большое за просмотр, за комментарии. Пишите, обязательно вам буду отвечать. Рост своих растений обязательно показывать, цветение также. и всем хорошего настроения. Пока-пока!